1 апреля 2013 года по инициативе и приглашению казахского мецената, бизнесмена Мегдата Кулжанова, симфонический оркестр Алматы под руководством Марата Бесингалиева вылетел в Лондон на запись кантат «Абай и Шакарим» британского композитора Карла Дженкинса. Мне кажется, что настолько много материала, который надо использовать, который надо играть, который надо гастролировать, который надо показывать как частицу нашей культуры. В результате тесного сотрудничества выдающегося композитора современности Карла Дженкинса, Марата Бесингалиева и Мегдата Кулжанова удалось создать яркие произведения о жизни и творчестве величайших казахских поэтов-просветителей Абая и Шакарима. Эти кантаты, безусловно, сыграют огромную роль в популяризации искусства Казахстана на мировой музыкальной арене. И Тлеб, и Шакарим, и Саракыс, и Абай – это вещи, которые надо сейчас играть, постоянно играть. Новый цикл от Карла Дженкинса, он совмещает очень хорошо симфоническую музыку, хор, и туда вот вплетают народные инструменты. Это очень интересно звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Мы надеемся, что благодаря именно Абаю, Шакариму, Клепу мы покажем, расскажем о своей стране. Органичное слияние традиционной казахской и современной английской культуры в классической исполнительской манере создало уникальный продукт, достойный пристального внимания как со стороны британской, так и со стороны казахстанской публики. Знакомство с Лондоном, пропитанным самобытной культурой, дало истинное понимание музыки Дженкинса нашим исполнителям и явилось залогом успешной записи. Субтитры создавал DimaTorzok Произведения Карла Дженкиса, они достаточно просты. Но есть произведения, которые очень трудно исполняем. Например, в Эквеме, в котором мы играли, номер два, это Диесыра, очень трудно. Пришлось поработать на качку. В Тлепе тоже номер два, это Би. Танис очень трудно достаточно. В Абая это номер пять вариаций. Я признаю, что нам было очень сложно записывать. Интерес, конечно, есть. Сам факт, что его произведения были записаны, вот эти казахские произведения были записаны на Соне, на Ямай, и сейчас вот на Дочь Крымом. Это говорит о том, что вот эти большие компании, они заинтересованы в казахской музыке, потому что они видят в этом какое-то зерно. Музыкальный язык универсален, поэтому работать вместе несложно. Конечно, казахстанский оркестр имеет свои особенности, свой стиль, но я хорошо знаком с ними, так как мы уже записывали совместное музыкальное произведение Тлеп. Наша работа состоит из двух контакт, Абай и Шакарим. Мы планируем концерты в Казахстане и по всему миру. Как вы видите, мы в процессе записи, но наша работа уже подходит к концу. Вообще планируется сам диск выпущен быть выпущен в конце следующего, 14-го. А к этому времени выпуску диска будет превращена уже в мировая премьера. Хотя вполне возможно, что казахстанский премьер получился и раньше. Я играю на Сассернаи. У меня несколько разных Сассернаев на Калкобузе. И я приехала именно как фольклорист сюда. Запись проходила в легендарной звукозаписывающей студии «Энджел». Руководил творческим процессом сам композитор Карл Дженкинс совместно с художественным руководителем оркестра Маратом Бесингалиевым. В записи принимал участие лондонский хор, который исполнял свои партии на казахском языке. Сегодня мы записываем вокальные партии. Для лондонского хора петь на казахском языке было необычно, но они справились с этим очень хорошо. Но они сделали это очень хорошо. Сегодня мы писали английский хор. Я помогала ставить произношение, дикцию именно казахскую. С произношением наших специфических букв, таких как «кэ», «нэ». Достаточно сложно англичанам. Поначалу было. Но они молодцы. Они быстро смогли, поняли специфику нашего языка. И очень быстро начали очень правильно произносить и петь, пропевать. Это самое главное. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы записали оркестр. Сегодня хор. Конечно, это большая часть. Завтра, это стоит закончить с нашими фольклористами. И в конце начну я записать. Поэтому для меня очень волнительный момент. Я буду писать очень трудную партию. Практически в каждой пьете у меня соло. Звучит фантастически, как я и ожидал. Я считаю, что оркестр замечательный. Записанный диск после постпродакшн-обработки выйдет в свет в 2014 году. И благодаря мировой дистрибьюции компания Deutsche Grammophon получит распространение по всем странам мирового сообщества. Презентация диска планируется при обязательном участии симфонического оркестра Алматы в нескольких странах мира. Субтитры создавал DimaTorzok